В минувшую пятницу Микаил Гойгов выступил перед чатинскими журналистами с докладом по итогам первого полугодия и рассказал о некоторых интересных делах из практики. Мы начинаем, хотел бы вначале огласить, рассказать про статистику нашего, про количество заявлений, дел, обращений и рассказать наиболее значимые, по нашему мнению, дела, где довольно серьезные нарушения были и последствия могли быть и были для тех, в отношении которых данные нарушения допускаются. За первые полугодия этого года в Управление поступило около 600 заявлений по признакам нарушения антимонопольного законодательства 153 обращения. Фактов наличия признаков нарушения было выявлено около 50. Дальше уже переходя по в рамках административной деятельности нашей деятельности, в рамках административного кодекса, у нас, к сожалению, также хочу отметить, идет, как и в прошлом году у нас по сравнению с предыдущим годом, был рост нарушений со стороны реснабжающих организаций, в данном случае сетевой организаций, именно в части технологического присоединения. Речь идет о компании Ростети. В недавнем сюжете нашей редакции мы уже поднимали проблему с подключением клиентов. Практически около 200 заявлений, практически ни одного дня у нас нет без такого рода заявлений, и на сегодняшний день мы уже практически вынесли около 120 постановлений по таким фактам. И учитывая какие там штрафные санкции, вот 600 тысяч, представляете, какие суммы, на сегодняшний день мы в отношении Ростетей, именно у нас в основном это проблемы, связанные с подключением к сетям электроснабжения, и это нарушение в отношении граждан, к сожалению, надо отметить. Чаще всего проблемы с компанией Ростети Сибирь появляются у новых клиентов, счастливых обладателей дальневосточного гектара. По закону срок подключения к сетям составляет полгода, Ростети не успевают, а люди, внесшие предоплату на оказание услуги, так и сидят без электричества. Кроме штрафных санкций в отношении Ростетей Уфас никак не может проконтролировать работу компании. Я бы не сказал бы, что это незначительное наказание, когда штрафы идут от 600, и эти штрафы ежедневно накладываются. Просто здесь все-таки я бы посмотрел эффективность именно работы данной организации, потому что 600 тысяч, эти 600 тысяч могут быть потрачены на тех присоединений. Если до июля 2022 года льготная была, какие бы затраты ни были для льготников, до 15 киловатт, сейчас выходило 500 рублей для потребителя, а сегодня это стоит от 45, если не ошибаюсь, до 75 тысяч. То есть буквально за один день, там в тысячи, в несколько тысяч раз возросла оплата, и когда мы спрашиваем все-таки увеличилось ли количество подключенных, мы не видим увеличения. То есть опять же здесь уже вопрос, я бы не сказал, что в деньгах. Проблема с подключением новых клиентов в Россетей существует уже не первый год. Если вопрос не касается отсутствия денег у компании, то получается в самой организации работы что-то не так. Это стало понятно из заявлений самого генерального директора Россетей на недавней его встрече с журналистами. Господин Акилина рассказал, что в республике Хакасия компания понесла большие денежные потери. У меня просто перед глазами пример Хакасии, где мы потратили полмиллиарда рублей просто впустую. Полмиллиарда рублей. Нам написали заявку, заключили договор, мы обеспечили подведение электроэнергии, они акт технологического присоединения не подписали, сказали, я говорю, потом. А деньги потрачены. Деньги забайкальцев, внесших предоплату, тоже потрачены, но их интересы попраны. Уходя с той конференции, никто так и не смог понять, с какой стати наши региональные потребители должны отдуваться за соотечественников из других регионов. Но стоит отметить, за прошедшие полгода на Россети возбуждено 119 дел по Коап РФ и заявления поступают ежедневно. Компания исправно платит штрафы, люди выигрывают суды, но даже после этого свет в их доме не появляется и никто ничего пока не может сделать.